Псковички Ани Судиной требуются помощь. У девочки в два года обнаружили диабет. Уровень сахара в крови приходилось постоянно поддерживать с помощью уколов. Два года назад крупнейшая благотворительная организация Русфонд собрала Ани средства на инсулиновую помпу, которая значительно облегчила девочке жизнь. Сейчас необходимо приобрести расходные материалы к прибору. Русфонд собрал почти всю сумму, не хватает лишь 35 тысяч. Псковичей просят не остаться в стране и помочь Ани. Продолжит Никита Ефимов. Надо было яблочко разрезать пополам, просто накрасить и потом приложить. Творческие эксперименты одно из любимых занятий Ани. Почти каждый вечер она проводит с кистью, пополняет домашнюю коллекцию. Любимые работы занимают почетное место на стенах спальни. Десятилетняя мастерица обожает делать что-то своими руками. От браслетов из бисера до глиняных поделок. Я рисовала сначала на листочке, потом вырезала и наклевывала на фон. Правда, бывают дни, когда у Ани все из рук валится, дает о себе знать сахарный диабет. Сейчас справляться с болезнью во многом помогает инсулиновая помпа. Она появилась у девочки два года назад. Прибор всегда при Ане. Ну, с ней легче как-то. Не надо подкалывать много раз. Когда, например, высокий сахар, колоть. У меня было сняков очень много. Так, ну, лучше, очень лучше с ней. Раньше приходилось делать в день по шесть уколов. Причем рассчитать нужную микродозу инсулина было сложнее. Уровень сахара становился то слишком высокий, то слишком низкий. Сейчас другое дело. Но у судьиных уже почти не осталось расходных материалов. Проводков и игл, с помощью которых инсулин из помпы попадает в организм. Вообще у нас не то, что кончаются. У нас их вообще уже нет, можно сказать. У нас, вот, я говорю, мы поэтому обратились, что у нас осталось один, вот, у нас, наверное, последние два проводка. Вот это вот, инфузионного, это вот, самого игл нет здесь тоже. И картриджи тоже заканчивают, которых у нас нет. И купить мы сами их не в силах. Расходные материалы стоят недешево. Чтобы их хватило на полтора года, требуется более 130 тысяч рублей. Эту сумму для Ани почти собрал Росфонд. Не хватает 35 тысяч. Помочь Ане несложно. Достаточно отправить на номер 5542 смс-сообщение со словом «Дети». Его стоимость 75 рублей. Владельцы айфонов могут перевести пожертвования через мобильное приложение. Узнать о том, как помочь девочке, можно и на сайте Росфонда. Каждое смс может стать решающей в судьбе Ани. Ведь благодаря этим расходным материалам девочка сможет практически не думать о болезни. И избежать опаснейших осложнений, которым зачастую приводит сахарный диабет. Никита Ефимов, Иван Лапаев, Вести, Псков.